Как вы полагаете, насколько вероятно новое налогообложение бизнеса власти в связи с созданной ей недалекой политикой серьезного дефицита бюджета и отсутствия иных источников ее покрытия, кроме печатного станка? То есть, грубо говоря, или будут налоги повышать, или все-таки попытаются как-то увеличить, что называется, налоговую базу, сделать побольше малого бизнеса и, соответственно, с него уже побольше тогда собрать? Ну, у меня особых иллюзий нет. Я, в общем, говорил достаточно давно, что налоговая нагрузка будет расти. Понятно, что она, поскольку у нас очень талантливые работают чиновники, они очень хорошие филологи, в общем, они, безусловно, не будут повышать налоги, но будут сборы, у нас великая могучая русская языка, там сборы, поборы, взносы, то есть много филологических обозначений того, как тряхануть малый и средний бизнес. Поэтому не надо спрашивать потапинку, надо просто жить в этой стране, чуть-чуть, 7-8, там, что называется, шьем, вяжем, холи ногтей заниматься и понимать, что последние 15, там, почти 20 лет, там, 25, вся система становилась все репрессивнее и репрессивнее. Поэтому, конечно, выращивать новых предпринимателей нет, нет, это не бессмысленно, потому что система построена феодальная, а феодальная система заточена на то, чтобы, собственно говоря, доить корестьян через вассалов, через, там, своих сюзеренов для, там, каких-то своих крестовых походов, там, иных нужд, увеселений, там, пьянок с гитерами и далее по списку. А это действительно такой двусложный выбор? Или налоги, или, так сказать, послабление для бизнеса? Или, может быть, можно себе представить и то, и другое? Ну, в некой общей теории. Или душить, или растить? Ну, это все-таки достаточно тяжело. Дело в том, что рост, надо для себя понимать, что предприниматель является врагом системы. Я подчеркну это слово, система, то есть он не враг государства и не враг страны, а, наоборот, ее создатель, и тем более уж не враг народа, но он абсолютно, абсолютно враг созданной системы, потому что, когда вы растите предпринимателей, предприниматель — это человек, который работает, а, первый, в условиях конкуренции, и сам привык не просто конкурировать, но и понимать, что есть система сдерживания и противовесов, и есть, там, рыночная среда, регуляторная среда, и сам он по себе, ему нужны, а при очень достаточно большой степени свободы для того, чтобы развиваться. И посему, раз ему нужна свобода для того, чтобы развиваться, а это ровно противоречит тому, о чем мы говорили выше, собственно говоря, феодальной системе организации. Поэтому предпринимателей надо душить с точки зрения систематологии, лучше, там, отправлять их либо на Колыму, ну, это не очень эффективно с точки зрения использования, там, людского капитала, потому что не очень много их можно получить. А с точки зрения, наоборот, отжимать у них имущество и переводить их в госказну, да, в этом есть смысл. То, что, ну, как любого крестьянина разорил, собственно говоря, яйки, куры, шнапс, рояль — это все твое. Так что, в общем, это абсолютно логично. Потому что, как только ты растишь предпринимателей, чем больше их становится, тем больше становятся конкуренции и становятся иные претензии. Куда лучше, чтобы они, там, ну, не знаю, что называется, плитку укладывали. Вот это самая идеальная работа для предпринимателей. Дело в том, что тут как раз нужно лучше вести завоевательные войны, и, собственно говоря, либо завоевательные войны, либо продавать ресурсы, что, собственно говоря, и происходит в нашей стране, там, последние 15, как минимум, лет. Экстенсивный рост, назову я. Ну, да, в общем, да, почему, собственно говоря. Я за эфирами очень часто, там, ну, там, несколько раз зарубался, какими-то, там, экономическим блоком и, там, депутатами. И многие абсолютно правильно, я не побоюсь этого слова, да, действительно правильно говорят. А, собственно говоря, что-то кипишуешь? Нефть есть, газ не есть. А когда это все закончится, пусть это даже краткосрочная какая-то история, у нас лес, вода, воздух, аренда территории. Ну, то бишь, по сути дела, если говорить, опять-таки, о феодальных параметрах, то крестьяне не нужны. Ну, то бишь, вот этот лют, лют, он не нужен. Наоборот, лучше, чтобы этот лют, там, вставал, скандинировал. А вот, коротко, прежде чем мы перейдем к вопросу, это, как бы, вот это представление не меняется даже при 30 долларов за баррель? А зачем? Понимаешь, вот, надо задать вопрос, зачем меня... 30 долларов за баррель уже не кормят? Все правильно, нет. Но тут надо тогда, что-то, что делает феодал? Ему надо, у него есть некое количество, там, банд, которые, вот, вокруг что-то подсасывают. Начинают отстреливать краешки банд, а крестьяне здесь ни при чем, они расходный материал. Поэтому отжимать, там, понятно, что крестьян надо под ноль, а потом отжимать края по бандам. И, собственно говоря, это и происходит, отнимаются там какие-то ресурсы. Ну, и даже сейчас периодически говорится о том, что надо у коррупционных чиновников отжимать. Но у коррупционных чиновников же будут отжимать не первый эшелон, а будут отжимать шестого и седьмого эшелона. Поэтому, в общем, вся логика выстраивается именно под это. Поэтому 30 долларов, даже вообще, если нефть продаваться не будет, то криминала в этом нет. Хорошо, тогда давайте послушаем вопрос от тех, кто первый, можно сказать, ощутил в последнее время, в последнее время вот это вот желание побольше собрать. Это дальнобойщики, которые, напомню, по-прежнему стоят в Химках и в разных других точках города, ну, вокруг Москвы, и в разных других точках России, несмотря на то, что кажется, что мы слышим о них гораздо меньше. Вот наш корреспондент записал их вопрос к вам, Дмитрий. Давайте послушаем. Мы, как обычно, не пропустующие в Химках, а наша проблема, и каким путем мы можем к нему прицелить? Что делать, собственно? Простой вопрос. Простой вопрос. Более того, с этими парнями, я там стоящими в Химке, которые стоят по других регионах, общаюсь не просто каждую неделю, а там бывает по несколько раз на дню. Более того, там на видеоконференциях я выхожу в каждом городе, где организуются у них собрания, там высказываются, когда они задают вопросы, отвечаю на их вопросы. В данном случае я вижу необходимость первая. Значит, все акции, которые они проводят, какие бы они ни были, там такие, сякие, то есть вот это, неважно, какие они акции будут проводить, стоять, сделать улитку, выходить на митинги, они должны быть федеральными. Для этого им нужно, конечно, объединиться, хотя бы должна возникнуть какая-то ассоциация, но не ради печати, ради печати, а ради выработки единого плана действий. Для этого должно быть в каждом регионе, должны быть координаторы. Собственно говоря, там Рустам... Что называется, легко сказать, я так понимаю, что там основная работа, так сказать, властей идет ровно на то, чтобы не допустить именно этого. Абсолютно. Ладно, мы там с этими по отдельности разберемся, но главное, чтобы не могли бы меняться. Абсолютно так оно и происходит. Собственно говоря, вот есть три там застрельщика, с которыми я постоянно работаю, это Андрей, Рустам и Валера, которые убивают очень много времени, отрывают там вплоть до семейных скандалов, сейчас катаются по регионам и, по сути дела, агитируют ребят защищать свои права, потому что регионы очень тяжело поднимать, потому что вот ребята, которые стоят в Химках, это очень активные, отстаивающие свои гражданские права. Очень много людей, которые говорят, ну, типа, давайте расскажите, что нам делать, просто задать вопрос, что нам делать. Я каждому абсолютно говорю, что нету лидера и никогда его не должно быть. Должна быть не просто вот ассоциация ради ассоциации, куратор ради куратора. Задача кураторов спылесосить со всего, скажем так, рынка все самые эффективные акции, которые проводились в каждом отдельном регионе. Где-то подача в суд, где-то протестовывание того, что измерительные приборы, которые должны выписывать штраф, они, собственно говоря, не поверены. Где-то это то самое консессионное соглашение, которого никто не видел. То есть дырок достаточно, где можно отстаивать свои права. Другое дело, что надо это спылесосить, делать регулярные акции, делать тяжелую, нудную работу, потому что очень быстро был подписан этот закон и ухудшены права всех граждан, потому что там не только дальнобойщики. Это по поводу ужесточения режима акций на дорогу. Абсолютно, да, да, да. Очень во многих регионах, когда даже я... Вы же даже уже перестали обращать на это внимание. Абсолютно верно. Более того, что там многие акции, даже собрания, которые проводились в регионах, в некоторых регионах власти противодействовали. При том, что я могу сказать, что сотрудники спецслужб практически во всех регионах понимают и поддерживают всю эту историю. Потому что у многих из них прямо или косвенно с этим завязаны. там дети, родные, близкие. Ну, это в регионах это все очень... Особенно там Ингушетия, Дагестан. Там вот эти все истории, они просто наколены. Поэтому еще раз говорю, надо составлять план действий. План действий — это оспаривание и концессионного соглашения, и технического, собственно говоря, оборудования, которое на сегодняшний день. И делать на эту тему акции. Регулярно, регулярно, регулярно. И подключать другие, там, скажем, ассоциации или другие слои населения, которые также ущемлены их права. Потому что то, что я вижу, дальше дальнейшим развитием системы Платон будет, безусловно, это перенос на автомобили, которые меньше 3,5 тонн, на автомобили, то есть на автобусы. Ну, я уж не говорю о том, что, скорее всего, это тоже может произойти и по такси, и по легковушкам. Поэтому бороться за свои права — это нормальная гражданская обязанность каждого гражданина. То есть, в общем, грубо говоря, продолжать делать то, что они уже делают, так сказать, не смотря на что-то теоретически. Я всегда говорю, абсолютно. Только я, когда выступаю, говорю, ребят, вы должны для себя понять, что это тяжелая работа после работы. То есть, вот такого раза... А иногда и вместо. Да, а иногда и вместо. Вот, собственно говоря, когда я говорил о Рустаме, Валерии и там Андреи, они это делают зачастую вместо работы очень много. Да, сейчас это тоже попрошу коротко, потому что у нас уже есть звонок один по скайпу. Вот недавно объявили о том, что Медведев предложил рассмотреть вопрос о переносе, повышении тарифов, он с 1 марта будет 3 рубля. Можно говорить о том, что действует. Да, можно говорить. Даже вот эти вот, казалось бы, не очень занятные истории работают. Я могу сказать, что, то есть, если у нас есть такая... Поскольку у нас есть такая возможность, надо поблагодарить абсолютно всех ребят, которые принимали, особенно в дальних регионах, принимали участие в этих акциях, которые протестовали, где-то выходили на митинги, там к ним присасывались разные политические силы, но они отстаивали свои экономические права. Это, собственно говоря, тот результат, который... Маленький шажок, но это хороший... Ну, надеюсь, что он вдохновит, так сказать, на дальнейшее. Ну, только надо, что называется, не расслабляться, сделать шажок, но надо делать, делать, делать шаги, потому что, в первую очередь, надо понимать для себя, что это удушение экономической свободы и, в первую очередь, удушение, собственно говоря, налогооблагаемой базы, о которой мы говорили раньше. То есть, можно, конечно, как некоторые говорят, почистить от слабых игроков рынок. Простите, слабые игроки рынка, о которых очень многие говорят, это семьи, это налоги, это хлеб. Простите, куда они делают? Они опять пойдут на биржу труда, пойдут в какие-то социальные учреждения. Откуда те сильные игроки, которые говорят, а почистим рынок от слабых, найдут дополнительные налоги на прокорм этих слабых? Понятно. Дело в том, что, конечно, предприниматель поневоле такое присутствует, это даже присутствующий такой термин, он был в 90-х, он был в нулевых. Я бы не хотел, чтобы, когда тебя выкинули с работы, ты шел бы в найм. Не в найм, а в некое предпринимательство. Потому что крайне редко, когда эти истории выгорают, потому что количество предпринимателей приблизительно всегда колеблется, там 3,5, ну 7 процентов. И поэтому говорить о том, что массово как-то это приведет к увеличению толчку, таки нет. Приведет к фатальным последствиям зачастую, потому что вкладываются последние деньги, и человек, когда прогорает, ему все равно придется идти в найм, но только на более низкую должность. Поэтому я бы этого не рекомендовал. Я всегда говорю, что предпринимательство – это стиль жизни. Это не вопрос инвестиций, это не вопрос помещения, это не вопрос чего-то иного, это стиль жизни. Вы по-другому просто жить не можете. Вот и все. Вот вопрос из зала. Алекс Фокин спрашивает, есть ли честные тендеры закупки в скобках в России? Последний раз потерял свой бизнес, выиграв и выполнив работы в Краснодаре. Я здесь дополню вопрос тем, что собственно у нас государство очень пытается, ну так на словах по крайней мере активно, прицепить малый и средний бизнес к госзакупкам, что вот там огромные заказы, давайте сейчас вот мы заставим. 20 миллиардов обещают, 21 что-то. Да, даже я какие-то больше цифры видел, но не важно. А при этом вот человек потерял бизнес, выиграв и выполнив работу в Краснодаре. Все-таки это, так сказать, какая-то возможность или скорее ловушка, что называется? Это мышеловка. Значит, для себя надо понимать, что тендеры не являются ни плюсом, ни минусом, просто существует несколько видов тендеров. Конечно, существуют тендера заветомо проигрышные, когда они с неким очень хитрым условием, там маленькое, как правило, условие, которое делается под своих. Тут история баши не пляж, что его никогда не выбрать. Основное... Простите, как вот это можно сразу понять? А практически никогда вы напрямую не высечите. То есть пока конверт не открыли... Да, потому что я не один раз сам сталкивался и видел, и рассматривал эти вопросы. Например, при поставке автомобилей делается какая-нибудь маленькая опция, условно говоря, белая кожа. В целом это требование, но оно неисполняемо или исполняемо только одним поставщиком, потому что такая вот машина. Вот. В данном случае это точно такая же история. Поэтому основная проблема с государством, что помимо выигрыша тендера вы еще обязаны авансировать эту историю. То есть это вообще такая шизофреническая история. То есть мало того, что вы должны деньги получить в потенциале, и нет предоплаты, вы еще должны загнать некие деньги под гарантии государства, что вы выполните эти работы. При этом, когда государство платит вам, оно очень сильно не торопится и зачастую, что называется, кидает, называясь своими именами, и деньги получаются годами. И когда ты их получишь, они уже стоят совершенно других денег. Поэтому компании разоряются, собственно говоря, они к ночи помянуты стройки Сочи. Они, очень многие компании разорились, и мы по этой самой... Да, даже очень большие. Очень, безусловно. Но они, если говорить о больших компаниях, некоторые из них были созданы специально, чтобы деньги так ушли случайно. Поэтому это чистое пиление бюджета. Поэтому это из другой нескольких оперы. Мухи отдельно, как-то отдельно. Поэтому, когда сейчас я там слышу 20 ярдов, 40 ярдов, я сразу могу сказать, и когда принуждают госкомпании, как не покажется странно, я не сильно это приветствую по одной простой причине. Потому что, когда мы нагибаем госкомпании, то, что они должны закупить якобы у малого и среднего бизнеса, это крайне высокотехнологичные вещи. То есть там примитивного нет. То есть у нас нет такого малого и среднего бизнеса, который может исполнить контракты, которым принудили вроде как бы жирных котов. Поэтому, к сожалению, это бумажные игрища. О том, что якобы рынок для малого и среднего бизнеса нет. Он крайне ограничен для малого и среднего бизнеса. Везде, где вы... А в тот, который есть, имеет ли смысл влезать? И так действительно не опасно ли это, грубо говоря? Есть многие предприниматели, которые говорят, я просто с государственными деньгами вообще никогда не связываюсь. Я в целом бы, в общем, рекомендовал бы этого не играть. Потому что это игра в одни ворота. И, в общем, то, о чем я говорил выше, вы можете просто сыграть, но не получить денег. То есть крайне редко кто из этого выигрывает. Все-таки лучше играть в честный. Без, так сказать, связей уже налаженных, что называется, контактов и договоренностей. Контакт это финансовая часть, которая вам должна оплатить. То есть даже если не авансировать, то оплатить хотя бы по факту исполнения работы. Потому что с государством посудиться и выбить из него бабки потом, это крайне тяжело. Крайне-крайне тяжело. Поэтому я бы этого не рекомендовал заниматься предпринимателем. Лучше играть в честную войну. Так вот, спрашивает Дмитрий Политов, значит ли, если эта приватизация случится, что монополий станет меньше? Нет, не значит. Потому что надо для себя понимать, опять-таки пакеты, которые будут проданы, они будут проданы неконтрольные. И насколько я себе видел, то даже без особого участия в управлении, надо понимать, что финансовый инвестор, который придет, ну, главное, чтобы он, конечно, появился, потому что по многим, как говорится, косвенным признакам, я боюсь, что это будет продано самим себе. То бишь, государственные чиновники продадут сами себе, не увеличив пакет в частном владении. Я вот про это на самом деле просто тоже много думал. Мне кажется, что все-таки, ну, ладно, когда это было давно, и, в общем, это была такая действительно раздача, но сейчас, в общем, действительно деньги нужны. Если они будут перекладывать из кармана в карман, ну, и что? А в чем проблема? Ну, а жить-то они на что будут. Подожди, подожди. А не знаю, нет. В любом случае, приобретение пакета, под это возьмется кредит, а для того, чтобы взять кредит, под это нам обещают нарисовать 1 триллион. Ну, понятно. Поэтому такая... кручу-верчу, и, собственно говоря, вот где шарик? Поэтому мне кажется, что это будет очень элегантная схема, и мы просто в какие-то там в иные корпоративные интересы перейдут часть... Корпорации поменяются местами, но принципиально ничего не поменяется. Денег физических на кармане больше не будет. А резаной бумаги у нас станет больше. Безусловно, мы, собственно говоря, я вот тут на днях просматривал коллекцию бумажек Банка СССР, России и всего остального. Мы уже много какие купюры рисовали. Я предлагаю опять срезать купюры, потому что я посмотрел, пятисотка была вообще маленькая. Что-то мы как-то сейчас разогнали. Надо сэкономить немного. Надо же сэкономить немного. Нет, ну вот там же Медведев, кстати, на днях объявил о том, что это Столыпинский клуб, там вот интересно, что-то они там придумали, про эмиссию денег. Да они вообще такие красавцы. Мне кажется, им надо футурологов брать, экстрасенсов. Мне кажется, там не хватает этой команды в общем-то в этом Столыпинском клубе. Те яблоки, которые выращиваются на территории Российской Федерации, их достаточно много, но если вы посмотрите, то и сравните с тем, что происходит теми яблоками, которые приходят из-за рубежа, это принципиально разные стандарты. То есть у нас яблок для российских, их достаточное количество. Другое дело, что если исходить из потребительских свойств, в основном эти яблоки идут на промпереработку. Вы можете сравнить наши яблочки, они вот там от грецкого ореха до какого-то там немеренного размера. А вот эти всякие проклятые буржуины, у них есть понятие слова технологии. Я всегда привожу пример, что у проклятых буржуинов огурчик стандартизируется даже по количеству пупырышек. У народа населения, как вы помните, денег становится все меньше и меньше. За последние пять лет у нас еще дополнительно 6 миллионов выскочило за черту бедности. Я с ужасом ожидаю конца 16-го года, потому что я думаю, что за черту бедности выскочит еще миллионов 5-6, а напомню, сейчас у нас уже их 22. Это условно, понимаешь, это же как считается, очень считается красиво. Значит, мы говорим о том, что импорт упал там на 30-33%, а там производство подросло на 4%. Но надо смотреть чистый прирост, а потребление-то у нас, а у нас потребление падает. Поэтому, когда вот это лукавство цифр, когда мы начинали, то есть наши власти начинают жонглировать, что вот смотрите, у нас сельхозпроизводство развивается. Это даже не только на цифры, кажется, что и вот в обычной жизни. Должно потребление расти, потому что мы попадаем в ту же историю, которая была при советской власти. Главное произвести. Да нет. Даже в сельхозпро продукции главное продать. И вот это вот мы все время апеллируем. Надо построить тонны, километры заводов. Да нет, ребятишки мои. До тех пор, пока мы не будем, как весь мир считать, в продажах то, что происходит, то мы так и будем производить на склад либо закладывать в закрома, которая будет потом гнить. И вот до тех пор, пока не будем считать в продажах, вот и будем заниматься этой фигней. Государство очень активно пытается как бы влезть туда, в хорошем смысле влезть, в смысле собрать налогов с интернет-торговли, с посылок по почте, с рубежа и так далее, и так далее. Насколько, как вам кажется, это будет все эффективно? Это неэффективно. В моем понимании это будет неэффективно. Поэтому и когда я слышу, а давайте мы кого-то обложим, я всегда говорю, вот я несколько раз вопросы задавали, в том числе там ребят, которые занимаются онлайном, я говорю, ребят, почему вы бьетесь за то, чтобы кого-то обмотать колючей проволокой? Может вы начнете наконец-то биться за то, чтобы с вас сняли эту колючую проволоку? Потому что это из разряда нет больше радости, чем сдохнувшая корова у соседа. Ну, в моем понимании, взрослые, сильные мужчины, женщины должны биться как раз за освобождение себя от цепей, за большее количество свобод себе, а не говорить, а вы знаешь, там у Васеньки, а Васенька вот этого не делает, а вот давай ты там какой-то регуляторный орган и их накажешь. Да нет, надо говорить, товарищ регуляторный орган, а ты не офигевший, потому что ты нас обмотал проволокой? Пусть да, они имеют свое право на свободу, но и мы хотим этой свободы. По-моему, надо биться за свободу, а не за то, чтобы обмотать там-сям, пятую дорогу осилить идущую. Значит, маленький магазинчик обратился ко мне там за защитой, я бы так сказал бы, говорит, вот вы знаете, у нас алкоголь проверяют регулярно, при том, что в плане проверок собственно говоря, мы не стоим. Ответ из прокуратуры, значит, то, что проводится у Вас, это не проверки, это рейды. Я же говорю, великое, могучее русское языка. Поэтому, видно, но и на этих рейдах их регулярно нахлобучивают. лобовая атака. Поэтому вот эта вся история, что давайте сократим проверки, хорошо, я даже, я могу сказать, давайте законодатель напишем, проверки запрещены, но рейды можно. Рейды можно, да. Нет, но здесь все-таки, ладно, проверка, но вот пришла проверка, что ты нашла, но она не штрафует, не наказывает, а говорит, а в следующий раз муж тебя... Ну, ровно через 15 минут она заходит и говорит, а вот тебе не ай-я-яй-яй. А, Так что не надо, у них есть очень четко, это все росказни, они уже идут не один год. Если у вас есть план по проверкам, по штрафам, все, не надо просто хотя бы по ушам ездить, что вы там поддерживаете бизнес, не надо, все, все понятно, мы все знаем, мы внутри это все понимаем, что у вас есть план по штрафам, по проверкам, не морочите голову. Значит, чиновник объясняет, что делать, если к вам все-таки пришли, как бы вне плана, вот там три года еще не прошло и так далее. Значит, для того, что к вам не пришли, вы должны предоставить в назорный орган данные о выручке средней численности занятых за последний год, во-вторых, предприниматель должен написать заявление по специальной форме, и если все документы в порядке, в течение 10 дней, рабочих дней, надзорный орган обязан вынести решение об исключении субъекта бизнеса из реестра. То есть, вы сначала сами все приносите, говорите, что вот ко мне нельзя, они говорят, ну ладно, тогда мы тебя не поймем. Да нет, ну это все, все это пурга, еще раз говорю, есть четкий план, все, не надо вот этих всех, точно так же, как есть у налогового, есть план по собираемости налогов, поэтому вот эти все разговоры, они идут уже не один год, их надо просто... Хорошо, а с другой стороны, не будет плана, ничего они соберут? Нет, минуточку, налоги должны... Я понимаю, нет, я просто представлю себе представить их логику, если мы им не дадим плана, они сейчас не соберут ничего, и скажут, ну извините, ничего не вышло, мы пытались... Пусть наши налоговые органы, и все остальные, покажут, а где за рубежом, есть план по собираемости налогов. Понимаете, ведь логика, это если посмотреть, исходя из того, как отчитываются налоговые органы, они отчитываются, что из года в год растет, собираемость налогов, а количество предпринимателей уменьшается и уменьшается. Отсюда банальный математический вывод, что доим мы меньшее количество коров, но доим больше. И хочется сказать, товарищи, где-то там сверху, которые руководят, потому что налоговики же не сами же это придумали, вот эту всю историю, когда с ними общаешься, они говорят, ну прости, извини брат, собственно говоря, нам сверху спустили, надо откуда-то это выдаивать. Либо мы с тебя выдаем штрафами, либо ты сам принесешь. И сейчас сам придумай нам причину, зачем ты штрафы. Абсолютно верно, то, о чем я говорил регулярно. Поэтому, собственно говоря, надо сказать, ребят, вопрос не собираемся налогов, а вопрос, собственно говоря, экономической активности, вопрос количества предпринимателей, вопрос самозанятых, то есть экономически активного населения. Если мы будем заниматься не собираемость налогов, а экономически активным населением, чтобы оно росло, количество предпринимателей, мелких предпринимателей, самозанятостью, и это будет основным критерием, тогда, собственно говоря, и страна будет развиваться. А когда мы ставим эту галочку, что нужно наполнить некую худую, как решето, лохань бюджета, который потом куда-то растекается, и там у нас триллионы где-то находятся, потом она исчезает, собственно говоря, об этом много говорят сейчас всякие экономисты, то наполнять эту лохань бюджета бессмысленно. Во всех странах фактически налоговый выступает в качестве налогового консультанта, то есть я там несколько раз приводил этот пример, когда мы пришли оформлять на одну из наших зарубежных печати сотрудников, и был такой, поскольку там высокие достаточно налоги, там 54%, у нас тоже они почти 50%, так что мы не сильно отличаемся. И мне было через переводчика, ну там было более-менее понятно, мне говорят, а почему вы их не оформили в виде ИП, и у вас будет 9% налогов, это говорит налоговый служащий. То есть налоговая служба объясняет, как минимизировать собственно налоговое вложение. Да, безусловно, потому что, и когда я сколько общался с проклятыми буржуинскими чиновниками, я говорю, мы не заинтересованы в том, что ты сдох, нам интересно, даже с банками, когда там общаешься, я говорю, вот у меня есть возможность быстрее покрыть кредит. Он говорит, а зачем, мне лучше, у меня есть кредит там на какие-то годы, лучше, чтобы ваши предприятия, ваши печати платили эти кредиты долго, а не быстро вы их вернули, и я потом... Нет, ну с банками это понятно, они больше получают процентов, как бы с налоговым действительно для нас уже не так. Использование денег, для них возврат денег, это деньги в оборот опять-таки. Для налоговых то же самое, если они меня выдают сегодня и сейчас, то завтра у них не будет той самой коровы, которая приносит им эти деньги. Помереть, конечно, от этого нельзя, поэтому сейчас коррупционных расходов в том, в понимании, в котором показывают очень ряду регулярно по экранам ТВ, там с лежанием звездочкам, с космонавтами, его нету. То есть сейчас никто деньги чемоданами не берет. Ну просто когда вы, условно говоря, согласовываете какой-нибудь проект, например, по пожарной охране, вам выдадут 2-3 организации, очень правильные организации, которые могут сделать этот проект и его внедрить. И если вы это сделаете в других организациях, в другого района, то у вас будут проблемы с защитой этого проекта. Поэтому это вроде бы как бы не коррупция, это некоторым образом рекомендованные организации. И вот это есть сплошь и ряда. Процентов 30-40. Сколько нам еще терпеть, спрашивают дорогие зрители. Вот так скажем, вот это все, я не в смысле экономическом хотя бы, да? Вот сколько еще придется затягивать пояса и так далее? Практически вечно, потому что феодал, он все время должен подсасывать базу, и пока крестьянин жив, вы будете терпеть до смерти. Спасибо большое, это был Дмитрий Потапенко, правящий партнер менеджмент-девелопмент-групп, предприниматель.